МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, телефон. Здравствуйте, подходите ближе. А я за номер посмотрю. Что вы за номер смотрите? А? Что переднего нет? Ну, что? Ну, на Тесле. Что на Тесле? Ставится передний номер. Вы позвонили меня спросить, ставится или не ставится? Что да? Не, ну я знаю, что не ставится. Если вы знаете, что на Тесле не ставится передний номер. Я не видел, что это нашли. Как вас зовут? Дима. Да мы общались. Общались с вами Димой. И вы помните, да, за прошлые разы, я, наверное, тоже вам рассказывал, что просто так останавливать нельзя. Потому что просто переднего номера нет. Давайте оформляться. На этом автомобиле не предусмотрена установка переднего номера. Кем она не предусмотрена? Ну, заводом-производителем. Не предусмотрена? Предусмотрена? А по правилам дорожного движения, что предусмотрено у нас в стране? Там за это ничего не сказано. Не сказано в правилах дорожного движения за передний номер? Нет, номер должен быть. Должен быть, значит будем оформляться. А если он не предусмотрен? Кем он не предусмотрен? Заводом-производителем. То есть вы знаете Илона Маска и он вам сообщил, что он не предусмотрел установку переднего номера. Я когда-то общался. С Илоном. На Тесле общался. Ну это Илон его звали. Не, взрослый. Фамилия Маск была, не помните? Не, не помню. Ладно, возьмите тогда документы. А Саша? Не, не, не. Что Саша? Если это нарушение, мы будем его оформлять. Ну нормально всегда общались. Не, не. Смотрите, здесь не дело в нормальности. Здесь дело в букве соблюдения закона. Если вы считаете, что по правилам дорожного движения и законодательству Украины у нас предусмотрено наличие двух номеров, значит обязательно надо за это оформить административный протокол. Правильно? Я вам больше скажу. Движение переднего номера запрещено. Вообще без номера. Без номера. Запрещено движение. То есть, что вы сейчас должны сделать и на чем я настаиваю, чтобы мы сейчас сюда вызвали эвакуатор, машину забрали на штаб площадку. Что смешно, я говорю? Ну где я его возьму, во-первых, эвакуатор? Слушайте, когда вы здесь на Солонянском посту останавливаете терпил, эвакуаторы прям с кустов вот так выпрыгивают. Ни разу такое. Что вы говорите? Здесь. Друзья, будьте любезны, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого было такое, чтобы на Солонянский пост пригоняли эвакуатор, чтобы вашу машину забрали на штаб площадку. Документы. Нет. Документы берите, смотрите. Кого? Документы на машину берите и проверяйте. По средствам? Да, на эту. Проверяйте и несите постановление. Несите постановление. Будем составлять административный протокол. Это права мои. Держите, забирайте. Машину оформлена. 16-й год. Вот права мои. Берите, оформляйте, составляйте административный протокол. У вас здесь висит ключ прямо на документах. Я машину оставляю. Нет. Забирайте ее на эвакуатор. Что, спасибо? У меня нету, во-первых, штраф площадки, куда я его здесь могу. У вас нету штраф площадки? Нет. Для терпил вы находите штраф площадку. Когда вы тут останавливаете, разводите на 130-ю, я говорю, эвакуатор прямо вот приземляется, как вертолет у вас здесь. Ни разу не было здесь на эвакуатор не забирали одну машину. Потому что... У вас здесь штраф площадка прямо на территории. Вы загоняете вместе, ставите вместе с джипом вашего руководителя. Мы эту штраф площадку неоднократно показывали. Заполняйте постановление за отсутствие переднего номера, у меня его нету. Он предусмотрен, у меня его нету. Я машину взял, я не знал, что она без переднего номера. Я понятия не имел, я не видел. Я нарушил, я хочу, чтобы вы меня оформили. Перед выездом он был? Не обратил внимания. Не обратил. Не обратил. Я не знаю даже, как открывается в этой машине багажное отделение. Я не знаю, где ваш номер передний. Ваша задача не знать, где мой передний номер, а оформить меня за его отсутствие. А моя задача оспорить это в суде либо оплатить штраф и заплатить за эвакуацию автотранспортного средства. Мы пойдем другим путем. Можно согласно 22 предупредить, чтобы установить... Я извиняюсь. 22 статья, она никаким образом не предусматривает предупреждение за отсутствие переднего номера. Если было порушение скояно в перше... Как это в перше? А у вас есть фактические данные в перше или не в перше? Я неоднократно ездил на других машинах с отсутствием переднего номера. Я злостный нарушитель и я требую, чтобы вы составили документы и забрали у меня этот хлам. И везите его на штрафплощадку. Я его не могу забрать, ни физически, никак. Почему? Вы сотрудник полиции. Ну, значит, вы мне обязаны запретить дальнейшее движение без отсутствия переднего номера. Я откуда? Знаю, где ваш полиция? Да вам не надо знать. Вы сотрудник полиции. Ваша задача не разбираться, где мой передний номер. Ваша задача меня наказать. Все. Если у человека нет переднего номера, не ваша задача разбираться. Илон Маск это не предусмотрел. Либо я его потерял. Ваша задача автомобиль задержать и водителя наказать. Все. Это все, что вам надо. Рожка-танк, мы шел в Рим. Давайте действуйте. Что надо делать? Я вас предупреждаю. За это не предусмотрено по закону. Машина не ваша, насколько я вижу. Не моя, это машина американская. Обратитесь, где вы ее взяли. К Илону Маску позвоните. Я вас, если вас не затруднит. Я сейчас позвоню в компанию «Интерпрайз». Это те люди, которые ставят сюда прошивки и прочее дело. Которые продают при генеральной машине. Вы, пожалуйста, попросите руководителя этой компании. Пусть он объяснит, где передний номер этого автомобиля. Да? Вы не против? Нет, я по телефону не буду по вашему общаться. Я вам дам его номер, если хотите. Я не должен идти просто на официальный сайт и узнать, почему не устанавливается номерные знаки. На официальный сайт? Может, давайте загуглим? Сейчас, секундочку, секундочку. Давайте загуглим и узнаем. Если же будет написано, что все-таки номер должен быть по украинскому законодательству, я все-таки машину передам вашей штрафплощадке. Хорошо? У меня нет штрафплощадки. По законодательству Украины вы прекрасно знаете, что за отсутствие переднего номера вы обязаны машину задержать и дальнейшее движение запретить. Правильно? Вы отказываетесь это делать. Не хотите. Вы ссылаетесь на ту статью, которая не предусматривает наказание, а вы хотите меня предупредить за отсутствие... Меня негде достать. И по этой причине вы меня отпускаете. Потому что у вас просто негде ставить эту машину. Я могу кататься по всей Украине без номера, правильно? Я так понимаю, вы же ездите. Вы сотрудник солнянского поста, я правильно понимаю? Да. Давно служите в полиции уже. Переаттестацию прошли. Да, мы давно служили. Да. Сейчас вы цените свою службу, вы дорожите, я правильно понимаю? Я надеюсь, что после этого ролика ваше руководство и руководство в Киеве посмотрят на вас и выгонят вас метлой. Выгонят метлой с работы. Я на это очень надеюсь. И прошу всех людей, которые это увидят, поспособствовать этому. Хорошо. Я вас отпускаю. Идите. Спасибо. Свободный. Продолжение следует. Спасибо.